Пожалуй, самыми значимыми событиями Малаховского сезона стали для Фаи два знакомства с великим русским актером и театральным педагогом Илларионом Николаевичем Певцовым, который в юности считался неизлечимым заикой, как и сама Фаина, однако самостоятельно научившимся преодолевать на сцене мучительное заикание практически полностью и с театральной актрисой Ольгой Осиповной Садовской. Матвей Гейзер рассказывал об этих судьбоносных знакомствах. Вспоминая Певцова, Раневская всегда говорила, что он не играл, а жил в своих ролях и каждый раз по-настоящему умирал на сцене. Этого выдающегося артиста она впоследствии называла своим первым учителем. Впрочем, таковым он был не только для нее. Он очень любил молодежь и после спектакля часто подолгу прогуливался в компании молодых актеров и актрис. Он беседовал с ними о природе и театре, объяснял, что настоящий артист обязан быть образованным человеком, должен хорошо разбираться в литературе, живописи, музыке и обязан любить природу. Раневская навсегда запомнила, как он с воодушевлением говорил молодым актерам, «Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь». Певцов стал для Раневской не просто другом и учителем. Он вернул ей внутреннюю веру в себя, в свой талант, вновь помог поверить, что она обязательно станет настоящей актрисой. Ольге Осиповне Садовской было уже за 60. Она была очень знаменита, имела звание заслуженной артистки императорских театров и продолжала играть на сцене ведущие роли, несмотря на то, что по состоянию здоровья не могла ходить. Как оказалось, настоящей артистке это не помеха. Публика на ура принимала ее Кукушкину в доходном месте, Аполлинарию Антоновну в «Красавца-мужчине» и Домну Пантелеевну в «Талантах и поклонниках». Именно наблюдая за ней, Раневская поняла, как важны для актрисы хорошая дикция и умение владеть голосом. А лично познакомились они случайно. В один прекрасный солнечный день Раневская села на скамейку около театра, где уже сидела какая-то старушка. А потом какой-то проходивший мимо человек почтительно сказал «Здравствуйте, Ольга Осиповна». Раневская подскочила от восторга, а удивленная Садовская перестала дремать и спросила ее, почему она так прыгает. Она объяснила, что это от восторга, потому что сидит рядом с такой великой актрисой. Старушка заразительно расхохоталась и сказала «Успейте еще, сидите смирно и больше не прыгайте». «Смешная какая вы, барышня. Расскажите, чем вы занимаетесь?» Она взяла Фаину за руку, усадила рядом и начала расспрашивать. Девушка без утайки рассказала о том, что мечтает стать настоящей актрисой, что работает в летнем театре на выходах, что не смогла поступить в театральную школу. Так завязалось их знакомство, которым Фанни Фельдман гордилась всю свою жизнь. Наблюдательная и чуткая Фаина многому научилась у Садовской и Певцова, считая их своими первыми учителями. Биограф Андрей Ливонович Шляхов писал «Илларион Николаевич очень любил молодежь. После спектакля часто звал молодых актеров и актрис с собой гулять. Он учил их любить природу, внушал, что настоящий артист обязан быть образованным человеком. Должен хорошо разбираться в литературе, живописи, музыке». Раневская в точности передавала его слова, обращенные к молодым актерам. «Смотрите, наблюдайте, учитесь». Певцов пытался убить в молодежи все обывательское, мещанское. Он часто повторял им «Друзья мои, прошу вас, не обзаводитесь вещами, не давайте им лишить вас свободы, бегайте от вещей». Илларион Николаевич вообще был очень искренним, открытым, бескорыстным человеком. Всей душой ненавидел он стяжательство, жадность, пошлость. Верность его заветам Фаина Раневская пронесла сквозь всю свою долгую жизнь. Его слова она вспоминала до последнего дня. Он для нее был не просто певцов, а милый, дорогой, любимый Илларион Николаевич Певцов. «Я любила и люблю его», признавалась актриса. И тут же вспоминала чеховские слова. «Какое наслаждение уважать людей!»